как обычно у нас поздравляют дорогие коллеги дорогие мальчики девочки девушки коллеги поздравляю вас с этом мир новым годом рождеством желаю 1 2 3 и денег там побольше и потом к этому добавляют пусть искорки волшебства нотки торжества радость в ваш дом и т.д. и т.п. с новым годом проблема этого этой структуры этой конструкции в том что при обращении группе людей единственное что нам остается это поздравлять и желать им что-то не конкретное потому что мы не знаем что пожелать каждому конкретному человеку и даже если мы обращаемся к какому-то одному конкретному человеку вряд ли мы знаем его жизнь настолько хорошо чтобы пожелать ему прямо вот то что он точно хочет ну например вот вы знаете что василий хочет издать книгу и вы там думаете блин ну вот надо василию пожелать, чтобы у него издалась книга. Но для этого нужно быть с Василием очень в близких отношениях, очень как бы тесно с ними сплетенным. Как правило, проблема начинается там, где мы не знаем, что людям говорить, и нам нужно как-то из этого выкрутиться. Идут в ход вот эти вот истории. Пожелания чего-то абстрактного, универсального, счастья, здоровья, крепкого, там того сего и денег. Все это, конечно же, за последние 20-30 лет превратилось просто в информационный шум. Особенно в каких-то сезон и праздников. В Новый год этого больше всего. Все друг друга поздравляют просто наискосе. Это проблема. Проблему можно сформулировать как информационный шум. Просто много людей со всех сторон говорят одно и то же одинаково бессмысленно. Что с этим можно сделать? Я вывел такое правило для себя. Не поздравлять, а благодарить. Что это значит? Это значит, что когда у нас появляется торжественный повод, Новый год, день рождения, мы ищем не способы поздравить людей. То есть, поздравляю, желаю. Вместо этого, поздравляю, спасибо за. И вот это очень хорошая смена, так сказать, модальности. Что значит спасибо за? Давайте начнем с простого, с конкретного человека. Василий. Поздравляю с наступающим там чем-то. Спасибо тебе за помощь и поддержку в этом году. Благодаря тебе мы смогли запустить это, сделать то и пятое и десятое. Спасибо за то, что не бросил нас, когда у нас был кризис и нам нужно было срочно. Ты помог нам справиться с тем-то и тем-то. Ну и дальше можно какие-то общие слова. Типа, я очень ценю, что ты наш сотрудник. Типа, благодаря тебе мы сможем. Спасибо тебе за этот, например, год. Какие критерии хорошего, хорошей благодарности. Вот здесь уже очевидно, что так как мы обращаемся к конкретному человеку, благодарность должна быть конкретной, то есть за что-то, а не просто спасибо вам за год. Нет, можно сказать спасибо вам за этот год. Так нормально, так люди говорят. Но это должно быть не единственное, что мы говорим. Нужно сказать что-то еще, помимо спасибо вам за этот чудесный год. Я бы не оценивал работу там или качество, а описывал эффект. Можно было бы сказать, «Василий, спасибо тебе за помощь, за то, что ты продолжал с нами работать, за то, что, например, это переводчик. Спасибо тебе за переводы». И дальше вот человек может сказать, они были всегда профессиональными, качественными и суперинтересными. И если ты, тот, кто пишет этот текст, не является там, куратором отдела переводов, то с большой вероятностью Василий не оценит эту похвалу, потому что, когда тебя хвалит некомпетентный человек, тебе эта похвала ничего не стоит. Более того, когда мы хвалим, мы как бы пытаемся как будто бы немного возвыситься над человеком, сказать, что мы хорошо, лучше него или как минимум не хуже него разбираемся в теме, в связи с которой мы его оцениваем. Но это как какой-нибудь гениальный пианист, знаете, там его забросила судьба в какое-то привокзальное кафе, где стояла пианино. И вот он, душа его попросила, этот гениальный пианист сел, значит, исполнять какую-то великолепную пьесу. Тут рядом какой-нибудь пьяный товарищ. А как играешь, брат, за душу? Слушай, просто вот это да! Как бы этому пианисту, конечно, может быть он рад, что он может за душу кого-то задеть, но мне кажется, что это такое. Редко люди делают это ради похвалы людей, которые вообще не разбираются в этом ремесле. То есть хвалить, если вы арт-директор, вы можете похвалить дизайнера. Если вы главный редактор, вы можете похвалить редактора. Но вместо похвалы вы можете говорить, благодаря твоей работе мы смогли сделать одно, другое, третье. Мы справились с одним, другим, третьим. То есть благодаря твоей работе были вот такие последствия. Мы наблюдаем в мире объективную, реальную картинку, которая произошла благодаря тебе. И вот это хороший способ поблагодарить целиком это будет например максим спасибо вам за учебные материалы благодаря им я нашла первую работу сразу в яндексе и поступила на так вот это теперь я живу и работаю в москве съехала от родителей и живу свою лучшую жизнь спасибо вам за эту возможность человек говорит не у вас к классные качественные профессиональные материалы она не хвалит она благодарит и описывает последствия это очень хорошо работает когда мы знаем что мы обращаемся к кому-то одному конкретному да а что если мы обращаемся к группе людей то же самое только мы теперь находим за что поблагодарить не каждого конкретного человека а группу этих людей целиком там спасибо вам там спасибо отделу такому-то за то-то и то-то благодаря команде это мы смогли потому что у людей есть такая такое понятие как групповая идентификация то есть человек может теоретически в при нужных обстоятельствах идентифицировать себя как часть группы кто то есть если например я работаю в редакции и пишет благодарность редакции спасибо редакции за там то что тра тата я это принимаю на свой счет тоже также как другие ребята из редакции насчет пожеланий тут есть тонкий момент он и деликатный и с точки зрения этикета такой спорный иначе смотрите в теории нет ничего плохого в том чтобы пожелать людям чего-нибудь хорошего но если это пожелание общее типа хороших проектов интересных заказчиков творческих успехов папа 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 то это тот же самый информационный шум то есть ну сказали какие-то общие вещи они ничего не стоят можно сделать такое отступление смотрите когда мы поздравляем другого человека лично мы как бы строим с ним какую-то персональность персональную связь и мы в общем-то поздравлениями укрепляем вот этот социальный клей который нас всех вместе держит благодаря чему мы друг друга еще не поубивать когда мы пишем вот это общее пожелание этот клей не укрепляется вот так правильно сказать он может быть и не ослабляет из-за этого ну типа мало ли там этих шаблонных писем общем-то не важно но он и не укрепляется это самое важное мы пишем поздравления чтобы поддерживать отношения укреплять их а когда они шаблонные общие этого не происходит и вывод из этого что когда мы делаем пожелание тоже делать шум не надо дальше вопрос например мы знаем про человека какую-то конкретную штуку которой он очень стремится очевидно что у него этой штуки сейчас нет например если семейная пара хочет чтобы у них появился ребенок ребенка у них сейчас нет человек хочет закончить аспирантуру магистратуру там не знаю поступить в универ очевидно что он еще этого не сделал и дальше вопрос если я ему этого пожелаю не будет ли это звучать снисходительно сверху вниз представьте там женщина в 35 лет хочет зачать ребенка но у нее нет мужа там ничего она ходит на и кодом пытается найти донор ставьте что в этой ситуации мы говорим желаю тебе поскорее зачать ребенка ну во-первых это неделикатно а во-вторых ты как бы бьешь больной и своим вот этим вот пожеланием поэтому вот пожелания не очень люблю они вот в таком деловом рабочем контексте они как правило неуместные как правило могут вот звучать снисходительно как то неуместно как-то обидеть можно человека вот помните я говорил да что вот этот социальный клей получается что мы не просто этот социальный клей не укрепляем и его еще можем разрушать вот этими неуместными пожеланий Поэтому вывод – просто благодарите. Когда мы благодарим человека, мы признаем его заслуги перед нами, мы подчеркиваем, что он сделал для нас что-то важное, мы говорим, что мы ценим это, мы видим, мы признаем и мы считаем тебя важным. Это хорошее поздравление.